Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Как правильно подготовиться к летнему отдыху? Какие необходимо взять с собой путешествия, документы не только на взрослого, но и на ребенка? Обо всем этом поговорим сегодня с Ниной Павловной Чуприковой и Ириной Борисовной Петровой. Здравствуйте! Здравствуйте! У родителей очень много возникает вопросов. Конечно же, большая часть из них весной. В преддверии, когда мама и папа садятся и планируют отдых семьи, отдых ребенка, куда отправится подросток, будет ли это оздоровительный лагерь, будет ли это деревня с бабушкой и дедушкой, или поедет вся семья на море. Нина Павловна, что необходимо взять с собой в путешествии в обязательном порядке, конечно же, детям? Если мы отдыхаем на территории России, мы обязательно должны взять документы. Это с того, с чего начинается любой наш отдых. Мы должны заказать в том учреждении, в котором прикреплен ребенок, документы на вакцинацию ребенка, сведения об иммунопрофилактике, 63 форму, и выписку, если ребенок едет в деревню, либо же в другой какой-либо город, и будет длительное время находиться там, выписку об истории развития ребенка. Потому что если ребенок попадет в какую-либо беду, то данные мероприятия, если будет у него в этой выписке написан аллергоанамность, будет написано сведения о прививках, будет написано, чем болеет ребенок, как он реагирует на тот или иной препарат, доктору, который абсолютно не знает ребенка, это будет легче разобраться и легче будет лечить ребенка. Но вот этим советом не стоит пренебрегать. Абсолютно нет. Это главное, потому что очень часто родители пишут на электронную почту, звонят и просят, чтобы мы выслали на почту родителям те или иные документы. Открепляться от поликлиники, отправляясь на отдых, не обязательно. Даже если, например, ребенка отправляют на весь период летних каникул. Абсолютно нет. Перемесятся в другой регион, в другой город. Не нужно этого делать. Этого делать не нужно. Нужно взять только выписку и сведения о прививках. И ребенок может спокойно поехать отдыхать. Он будет уже защищен в плане того, что у него будет есть информация о ребенке, чем он вакцинирован, есть или нет, у него какой-либо аллергоанамнез отягощенный. Очень часто наши жители местом отдыха выбирают не только Россию, но, конечно же, с границей, отправляются в другие страны. Ирина Борисовна, вот правда ли, что смена климатических поясов достаточно сильно влияет на организм и взрослого, и ребенка? Конечно же, это стресс. Конечно, это стресс для организма. И считается, что дети до 4 лет нежелательная перемена, смена климата, в котором он проживает. А уже более старшие дети могут выезжать и на море, в места с повышенной инсуляцией и так далее. И к отдыху, конечно, надо заранее готовиться. Не только путевки покупать и билеты, надо продумывать все моменты. Если ребенок едет в организованные коллективы, лагеря, он должен получить, во-первых, сделать все профилактические прививки. Сейчас не допускаются дети в организованные коллективы лагеря, непривитые против кори, имеют ограничения. Дети с хроническими заболеваниями тоже могут не допускаться. Это все решает педиатр или специалист, у которого он состоит на диспансерном учете. А сколько по времени занимает вся подготовка документов? Но все-таки, если родители были озадачены другими вопросами, как всегда, оставили все на последний момент, пришли к вам. Возможно ли им помочь в таком случае, если, например, семье буквально через несколько дней нужно уже улетать? Конечно, помочь можно и привить в последний день перед выездом, но надо понимать, что адаптация будет тогда еще более осложнена. Мало того, что ребенок будет привыкать к новому климату, он у него еще будет проходить поствакцинальный период, который длится как минимум месяц. Значит, все это неблагоприятно может сказаться в состоянии здоровья и может осложнить ситуацию. И отдых может быть омрачен, скажем так. Поэтому, конечно, лучше заранее готовиться и документы, и медицинские справки. Если ребенок едет в лагерь, он получает 079 форму и справку о контактах. 079 форма содержит все сведения по последней вакцинации, о перенесенных инфекциях в течение жизни, выносится заключительный диагноз педиатром, группа здоровья, физическое развитие оценивается и дается рекомендации по ведению ребенка в том месте, куда они собираются выезжать. Если ребенок едет с родителями, то тут уже, конечно, родители должны заранее позаботиться об отдыхе и сделать заранее прививки. И не взять выписки из истории развития, взять выписки по профилактическим прививкам иметь с собой. Ну и подготовиться к отдыху. Если ребенок едет в лагерь, естественно, режим дня, какое-то медицинское обеспечение, там у него будет родители должны питание, все это будет предусмотрено, продумано. Как бы организовано. То родители должны подготовить хотя бы одежду ребенка. То есть не забывать, если это жаркий климат, соответственно, это должна быть легкая одежда. Из натуральных тканей желательно хлопок, лен, шелк. Головной убор не забыть. Купальные принадлежности. Оптимально подготовить ребенка к тому режиму дня, который будет на выезде в лагере. Предусмотреть момент похолодания, не только летние вещи подготовить, но и какой-то утепленный вариант предусмотреть. Предметы личной гигиены. Какие-то, может быть, влажные салфетки с антибактериальным эффектом. Сейчас очень много всяких средств предлагается. Кроме того, косметика, солнцезащитная предусмотреть. Желательно уровень защиты не меньше 50 должен быть. Научить ребенка, как пользоваться этими средствами. Ну, скорее всего, конечно, там взрослые на отдыхе-то помогут в лагере. Не оставят ребенка одного. Но вот эти моменты надо предусмотреть. А если ребенок выезжает вместе с родителями, то, соответственно, опять же, начинаем режим дня. Режим дня должен быть оптимально. Ребенок готов, чтобы не перестраиваться на новом месте еще к другому режиму дня. Режим дня должен соблюдаться тот же, который был до выезда. То есть это будет более комфортно для ребенка? Конечно, адаптация пройдет более успешно. Тем более считается, что адаптация к новому климату не меньше двух недель, две, три. Поэтому предусмотреть выезд надо. А вот у нас, кстати, многие сейчас, ну, в силу разных причин, берут путевки, ну, я сейчас рассматриваю именно за границу, 7 дней, 10 дней. Вот как к этому относятся педиатры? Это очень мало для ребенка. Ребенок не успевает адаптироваться к климату, и к воде, и к питанию. То есть это такой момент очень... То есть лучше не стоит брать в такие поездки детей. То есть все-таки взвесить, либо увеличить количество дней отдыха. Не зря раньше все путевки продавались на 21 день. Предлагались. Вот она идеальная сочетание. Детях нельзя экономить. Нельзя. И адаптация, и все-таки хочется, чтобы ребенок какое-то оздоровление прошло. Солнце, воздух, вода – это наши самые главные друзья и закаливающие моменты. То есть вот 3 недели на море – это идеальное сочетание тому, чтобы весь следующий год, зиму, осень, весну, ребенок перенес спокойно и был менее подвержен разным заболеваниям. Иначе он там стрессовую ситуацию переживет, приедет сюда, у него опять пойдет адаптация к нашему климу. Ну, получается, вместо пользы иммунитет, наоборот, получит стресс, удар. Да, стресс и риск частых заболеваний в дальнейшем. Некоторые родители так и говорят. Вот съездили, а он все болеет и болеет. Ну, потому он и болеет. Ожидали эффекта от моря, от солнца, но не получилось. Ожидание от реальности не всегда совпадает, потому что неправильно вы все предусмотрели. И режим дня там другой. Родители едут, думают, вот мы сейчас там расслабимся, побольше погуляем. Нет, на самом деле и часы питания надо соблюдать те же. Тем более, может быть, и часовой поезд другой, опять же, адаптация, да все. Вот это все, вот эти все моменты надо предусмотреть перед уездом. Все-таки сказали о том, что лучше вывозить детей в другие климатические зоны с 4-х летнего возраста. Но, тем не менее, статистика говорит об обратном. Родители уже и с месячными малышами садятся в самолет, пересекают границу и летят к заветному морю. И все-таки оценка педиатров, стоит ли это делать? Если уж делать, то как? Вы знаете, конечно, родителям хочется, чтобы их ребенок подышал свежим воздухом. Они все едут к морю. И родителям еще самим хочется тоже это сделать. Конечно. И нужно понимать то, что ребенок до года, он абсолютно не поймет то, что он был на этом море. И это доставит какие-то неудобства для тех же родителей. Ребенок не отдохнет. Как и не отдохнут родители, находясь на этом море. Для ребенка любой перелет – это уже стресс. Для ребенка отдых на море начинает с 7 дней, 10 дней. Это действительно очень мало. И, как правило, мы везем их детей отдыхать за границу в отеле, где очень много детей. Мы подбираем отели, где есть детская анимация, где есть детские площадки. И скучность, то, что эти детки прилетают со всех стран, ведет к тому, что очень часто бывают всплески каких-либо инфекций. И родители нам привозят и ротовирус, и привозят энтеровирус. Детки тяжело переболевают. У них повышается температура. И все вирусные инфекции летние, они, как правило, очень резко снижают иммунитет. И детки, возвращаясь с отдыха, они не оздоравливаются. Они, наоборот, еще больше болеют. И поэтому, если мы даже родителям очень хочется отдохнуть, то мой личный совет, что они должны ехать в те отели, где детей значительно меньше. Больше времени уделить ребенку в плане общения, чем кататься на этих же горках, общаться в детских клубах. Потому что вся эта массовость, она к хорошему не приводит. Ну и все-таки продолжительность отдыха увеличивать, исходя из рекомендаций врачей. Ирина Борисовна, Вы затронули вопрос аптечки. Все-таки, что необходимо взять с собой? Что должно быть у мамы или папы под рукой обязательно? Состав аптечки, конечно, будет зависеть от того, куда выезжают люди с ребенком. Если это наша Российская Федерация, это будет состав один. Наверное, в усеченном виде. Конечно, более усеченном, где есть аптеки, где есть доступ к медикаментам, можно приобрести. А выезжая за рубеж, конечно, более расширенный состав. Ну, в первую очередь, это жаропонижающие средства. Это противоаллергические средства. Какие-то противовирусные можно предусмотреть с собой, взять. Препараты для устранения кишечных каких-то расстройств. Местные препараты, антисептики, ту же зеленку. Какие-то салфеточки антибактериальные. С собой, если мелкие травмы, перекись водорода тоже можно с собой взять. Сейчас аптеки нам предлагают лекарственные формы, удобные для транспортировки. Это в виде карандашей, йод, зеленка и так далее. Какой-то градусник с собой можно взять. Сейчас много электронных и других тоже градусник. Не обязательно ртутные с собой. Перевязочный материал. В общем, как-то так. Очень часто на отдыхе у деток возникают конъюнктивиты, возникают атиты, потому что они купаются в бассейне, в море. Но это, в принципе, это нормально. Поэтому обязательно нужно посоветовать своим педиатрам, какие взять офтальмологические капли. И обязательно капли в уши. Потому что атиты – это настолько часто встречаемая сейчас патология. И поэтому это нужно взять обязательно. Что-то нужно взять. Вот я уже говорила, что очень часто бывает энтеровирус, который сопровождается автозным стоматитом. Когда бывают такие язвочки в полости рта. То есть обязательно то, что необходимо обрабатывать полость рта. Это продаются они в аптеке. Но обязательно, конечно, обязательно посоветствуются с педиатром. Потому что каждый педиатр, зная ребенка, он может посоветовать их множество этих препаратов, которые поможут в данном конкретном случае. Что бы Вы пожелали всем в период летних каникул, в период отдыха, солнца, моря и отличного настроения? Здоровья. Самое главное – здоровья. Будьте здоровы и будете счастливы. А мне очень хочется, чтобы все дети обязательно в этом году побыли на море. Обязательно отдохнули. Привезли оттуда хорошее настроение. Позитив. Набрались сил. И с 1 сентября пошли на учебу. Родители учли все советы, рекомендации врачей. И их тогда ничего беспокоить на отдыхе не будет. Даже в случае каких-то происшествий и ситуаций они будут полностью вооружены и готовы к любой ситуации. Да. Спасибо Вам огромное, что сегодня были с нами. Надеюсь, что мы ответили сегодня на многие вопросы наших родителей. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Оставайтесь на телеканале ОТВ.